внеслась и так как всегда я люблю рассказывать про всякие эффективные штуки в этот раз пи алга виржалайзер эффективное преподавание алгоритмов многие наверное из вас все-таки там запомнили что-то из курса баритм что надо какие-то трехтомники читать многотомники такие вот ветки и заветы начать и вот наслаждаться вот этим хотя на самом деле никто их не читал а современная общем молодежь просто честно говорит что в общем это уже сейчас не катит книги устарели когда-то я был рад конспектам в общем то а сейчас вот книга это самое безумное что можно использовать для преподавания алгоритмов потому что сам контент который там внутри будет а псевдо код или там какой-то реальный код он уже в общем-то не дает не дают реального понимания алгоритма совершенно никак абсолютно будь это хороший у тебя год такой khi да код с ним невозможно работать он либо понятный либо не точный либо просто дает какую-то иллюзию понимания или даже не дает иллюзию понимания есть алгоритм не тривиальный я специально порылся по хорошим самым книгам по книжке с ослом по всяким таким вот этим ребятам это просто какой-то ужас конечно казалось бы там давайте на языках какие-то прям проряд или будем но я посмотрел всякие книги программирования алгоритмы на sie plus плюс от да defense выполнил какой-то чудовищный голод накửет совершенно не читаю для дальше идет 20 это страниц, примерно объяснение текстом, картинками вручную сделанными, это тоже, в общем-то, не подходит. Ну, то есть надо признать, что вообще книги и вот такие вот, не знаю, по поводу подход с псевдокодом или подход с реальным каким-то кодом промышленным не работают. А что же работает? Вот нащупать, какую идею вот надо. Я в свое время пытался затаскивать питон, у меня был такой классный подход. Питон, очищенный от всякого лишнего, из него генерился и псевдокод, из него изгенерились и слайды, из него изгенерилось реальное исполнение, и получалось, в общем-то, такое что-то похожее на псевдокод, и куча каких-то слайдов, и еще для книжки, картинки, еще чего-то. Лет 20 я об этом собирался здесь рассказывать, такой классный фреймворк был, но потом понял, что это не то, все равно не то, не дает это на самом деле понимание реального алгоритма. Вот примерно про то же, кстати, Маним, если кто-то там сталкивался, такой вот фреймворк визуализации алгоритмов или вообще любых физических величин, но только по сути вы программируете какую-то мультипликацию. Классная штука, то есть выглядит классно, мучиться надо долго, это примерно вы чувствуете себя каким-нибудь мультипликатором спиксара, делаете такие штуки, программируете, но на самом деле это опять не то. То есть когда вы изучаете алгоритм, вы должны с ним повозиться, вы должны его сломать, вы должны почувствовать, а что если, а что вот тут подломать, а вот в этой власти у вас нет. Когда вы работаете со статикой, будет там псевдокод, будет какой-то реальный код, это все не работает. Хотя, конечно, что-то в Маниме хорошее есть, я на нем тоже какие-то визуализации генерил, то есть получается что-то очень красивое, вроде вам понятно, а если вам захочется что-то сделать или что-то проверить, поэкспериментировать, как это работает, это в общем совершенно такое понятия нет. То есть обычно поэтому как бы возникало, вот есть люди, которые что-то там читали, вроде у них понимание есть, а есть те, кто кодили, хоккодили значит алгоритмы, и они вот это что-то понимают, это совершенно разные люди. А хотелось бы как-то совместить, чтобы всех прогнать. На самом деле я тут уже лет пять протаскиваю постоянно питоны, коллаборативные среды, VS Code вот этот в браузере, это вот доклады, которые были на прошлой конференции, на позапрошлой, вот тащусь сюда, надо мной смеются, а зря вы смеетесь надо мной, потому что на самом деле это и есть решение. То есть просто загнать ваших студентов в браузер, пусть там будет алгоритм на питоне, очищенный от всего такого, который вы можете отлаживать, студент может отлаживать, вы вместе сможете созваниваться и редактировать его, и остается чуть-чуть маленькое сделать. А давайте мы будем смотреть не на левую часть, где у нас там переменные какие-то непонятные, а сделаем такую визуализацию вот этих структур данных, которые там внутри возникают, и чтобы она была красивой и понятной. Тогда вы сможете комментировать, записывать ролики, пояснять, и чтобы это было совершенно незаметно. Итак, обратите внимание, по центру видите алгоритмы, там нет ничего лишнего, каких-то там выводов, каких-то там принтов, еще чего-то, а справа у нас рисуется какая-то, ну в данном случае самая простая визуализация, какие-то таблицы, как удивительно выяснилось, что в принципе достаточно даже так вот просто векторы, матрицы вот как-то вот вывести аккуратно, и уже почти все можно объяснить, особенно если их там подсветить разными цветами какие-то там эти параметры, желтеньким там я помечаю, там то, что изменилось, и уже многое уже в принципе становится понятным. Но на самом деле это неограничено. То есть как это сделано, это, конечно, мы посмотрим подальше, но главное просто посмотреть за саму идею, как это возникает. То есть это живой алгоритм, который можно отлаживать, можно разные параметры делать, студент, вы, все это происходит в браузере, все возможности VS кода используются, то есть можно остановиться, делать какие-то репл-циклы, в дебо-консоли что-то спрашивать, что-то менять, и при этом вы справа получаете какую-то визуализацию, по которой вы можете очень быстро сделать короткий ролик. Я почти уверен, вот Гоша Курячева здесь нет, наверное, опять тоже плакался, что у него там все плохо с питоном-преподаванием, наверняка было такое, приехал, но было плохо. Вот, так вот, на самом деле вот это в принципе решает эту проблему, потому что когда вы начинаете алгоритмы таким образом оформлять, вы оформляете их, не видя пара вот таких маленьких атомов, делаете маленькие такие блоки, и у вас получается вот такой вот маленький-маленький атомарный контент. Вы сделали алгоритм, вы сами прошли по нему, условно говоря, вы записали прохождение вот этого самого квеста, студент может посмотреть, как это работает, может быть сам попытается написать, если не получается, он может посмотреть, как это работает, может посмотреть, как это у вас работает, может экспериментировать, и главное, что вот оно есть и работает. На самом деле, конечно, кроме вот этих табличек, которые, может быть, немножко уже наскучили здесь, которые показываются, не знаю, у нас тут синхронизированы, не совсем, ну примерно как-то, вы никак не ограничены в том, что рисовать. Рисовать там на самом деле можно разное. То есть самое простое, конечно, вот эти самые матрицы как-то выводители, какие-то переменные, но можно делать и рисовать графы, рисовать разные барчарты, использовать разные рисовалки вручную. По большому счету вы вместо того, чтобы писать очень долго thinking, программировать мультфильмы, вы его делаете прямо частично программированным, частично вручную, где-то вот такая вот синергия возникает, и у вас на самом деле получается разбор работы алгоритма. И это живая штука, она действительно честно работает, в отличие от всяких кодов, то есть всегда можно проверить, а что если здесь документировать, а что если здесь выбрать другой параметр. Подсвечивается, насколько это все будет визуально или красиво, какие параметры используются, какими цветами красятся эти цифры, это все то, что вы выбираете и в принципе можете сделать. Ух, какое тут разрешение не очень хорошее, ну надеюсь на трансляции будет получше. Посмотрим теперь более нетривиальная визуализация, там на самом деле все, что можно использовать, все, что вы можете нарисовать питоном на картинке, на самом деле идея простая, просто это vs-код, который, наверное, не очень-то видно в линг, как это все не видно, то здесь сказалось, я это все наслаждаюсь. Вот, ну надеюсь, если отойду, то будет лучше. То есть по центру у нас здесь код, а справа у нас на самом деле просто открыта картинка, в которой пишет незаметным образом нечто при выполнении. Самая хитрость происходит в некой магии при отладке. Происходит обычная отладка debugP, и в каждый момент времени она, state состояния этих всех переменных, записывает в том виде, в котором вы, как преподаватель, хотите это объяснить студентам. Дальше вы можете записать ролик и, собственно, показать что-то как-то визуализированное с помощью каких-то метафор и, собственно, придать этой задаче индивидуальность. Ну здесь самые простые задачки, это задачки всяких лид-кодов, спош-кодов, код-чифов. Это то, что я обычно решаю со студентами в рамках борьбы со списыванием. Мы обычно решаем просто нерешенные задачи с разных сервисов по прохождению собеседований. Это дает хорошую мотивацию и, соответственно, абсолютно решает проблемы со списыванием. Просто каждый решает задачу, но они одноразовые. Для моих студентов хватает, ну а будет ли это масштабироваться на всю страну, не знаю. По крайней мере, мы уже решили много тысяч задач с лид-кодов, спош-кодов и всего остального. Ну вот, как, надеюсь, все-таки можно немножко рассмотреть на вот этом экране, то справа все-таки есть, есть вот там и визуализация, можно сделать цвета. То есть все зависит от вас. То есть можете сидеть целый день и сделать там красоту. Я там даже не стал показывать, я там сейчас экспериментирую с 3D всякими видео, там, поворачивающимися, там, я там алгоритм на решетках, там делаю, там, в общем, там, выбор базиса, еще чего-то. То есть можно там это развернуть. Ну да, простые вещи просто получаются очень-очень легко и эффективно. И главное, не забывайте при вашем преподавании использовать какой-нибудь экранный аннотатор. То есть просто рисуйте поверх экрана. И это вот просто спасает в куче способов, если у вас до сих пор не используется какой-нибудь там ноутбук с планшетом или планшета нету, или просто экран там, ну, заботитесь, это даст вам большой буст. Вариантов тут масса, ну, и тут просто разные демонстрации о том, что это, в общем-то, настоящий код, там легко менять тесты, менять, что происходит, дорисовывать. Я напихал кучу всяких там своих вариантов. Все очень коряво, на самом деле, но эта корявость даже, она, в общем, приятна. То есть, по крайней мере, видно, что, как бы, ничего бояться не надо, все работает. Используются такие вот простые цвета, простые конструкции, может быть, достаточно грубые палитры. И, значит, вы получаете контент достаточно быстро. Автоматически решается также и проблема, собственно, типа, с обновлением. Вот обычно плачет, а как мне обновлять это же видео на YouTube, его нельзя отреагировать. Если вы будете делать маленькими, маленькими, компактными видео, обновлять очень просто. Вы берете и заново записываете. Заодно и вытестируете, что оно там работает. Все просто изменяете целиком. Просто не надо делать большие такие контенты, там типа пары, привязываться к средневековым таким вот этим, значит, измеренным. У нас больше нет аудитории. Все стало синхронно. То есть, я выкладываю большой такой контент, большой такой сад расходящихся тропок, каких-то квестов, которые надо пройти. Вы можете проходить, можете не проходить, можете смотреть, можете не смотреть. Вот, от вас требуется просто решить все задачи. Ну, если вот у вас не решается, то вы можете смотреть, как это, собственно, делать. Ну, большому счету, просто у меня, например, в один курс попадают студенты из трех разных факультетов. Одни там программировать на питоне не умеют, а другим, наоборот, это уже скучно. Они там на хаске или идусе сидят, там еще чего-то. Ну, вот как надо их выровнять. Мне главное, чтобы они точно, чтобы не было такого, что человек получил у меня хотя бы тройку, а потом мне говорили, он программировать не умеет, в старстве стыдно. Ну, такого больше не встречается. Разумеется, всю эту штуку можно также объединять и с обычным продаванием, со слайдами, со всякими там другими вещами, то есть нет никаких проблем. Главное, что на выходе у вас получается какой-то видосик, маленький ролик, который все это дело покрывает, и также получается такая вот штука, куда студент может зайти и поиграться в некая симуляция, и получается такая практика ориентированное обучение. Ну, вот здесь пример, вот видите, еще и с графами, тоже можно графы генерить, по алгоритмам на графах. Значит, вот такая вот штука. И большому счету, то есть, конечно, я еще не показал вот некие такие задумки у меня там вот и с 3D, и с мультиками, когда тут справа у нас целый ролик, каждый раз генерится на каждую установку, и там что-то крутится такое, но в принципе даже вот в том базовом уровне, как это все есть, это, мне кажется, хороший подход, чтобы заменить все книги, то есть просто пройтись по всем книгам, по всем алгоритмам и превратить их вот в такие вот работающие симуляторы, в которых, соответственно, кто-то может зайти. Интересная ситуация, то есть по большому счету у нас в образовании есть большой-большой запас, то есть как цивилизация, то есть куча каких-то средневековых технологий, которые пора закопать, и вот перейти вот к индивидуальным образовательным траекториям, это вот скилл 3 от различных игрушек, и делать вот контент вот именно такой, чтобы человек проходил как-то, то есть он может что-то обойти, если он это знает, что-то пройти нелинейным образом. А теперь как это все, собственно, работает. Ну вот посмотрите, здесь вот, наверное, более-менее видно крупно, что внизу сказан какой-то некий колбак указан, посередине функция, которая проверяет, какая функция вызвана и вызывает некую визуализацию, а сверху там что-то она там уже рисует. Ну вот более сложные пошли варианты с какой-то визуализацией. То есть некая магия, сам код этого модуля я не показываю, но главное, чтобы вы просто подключили, и происходит некая магия, отправите прямо в том же коде, где находится и самый чистый код, у вас спрятан где-то отдельно, где преподаватель написал код визуализации. А дальше уже зависит от того, сколько вы хотите инвестировать. Ну то есть показать какие-то применные в виде списка в таблице, это просто там две строчки, а если вы хотите там заморочиться, нарисовать разными цветами, что-то там красиво показать, ну это уже все зависит от вас, так можно по несколько дней тратить и что-то делать красивое, за что будет уже не стыдно. Там вот какие-то графы рисовать, какие-то там более-менее сложные штуки, в зависимости от того, какая функция вызвана там все смотреть. Ну, по большому счету, это просто рефлексия. То есть вы в какой-то момент вас вызывают и говорят, вы стоите на такой строчке, у вас были такие-то переменные, ну и рисуйте их. Вы знаете, что изменилось, какой был граф, куда он перешел, как это нарисовать. Это вы знаете полностью. Ну, по большому счету, это все. В общем, на GitHub я выложил сегодня ночью. И сейчас смотрите, алгоритм Эвристика.РФ. Если хотите попробовать, туда заходите. Алгоритм Эвристика.РФ, там пароль был Артур Фомин 1729. Это мой сын, я его пытаюсь программирование обучить, пока не очень получается. Ну, вот для него сделал сайтик, можете тоже зайти и посмотреть, попробовать. Все. Спасибо, замечательно. Я рад, что сумел послушать все-таки вас. Да, да, я постоянно знаю ваши заплачки про то, что надо всех раздевать. Нет, нет, нет. На самом деле, извините, есть преподаватели, которые действительно каждый раз дают новые задачи. Это я? Это не только вы. Это не только я. Но другое дело, что большинство делает не так. Большинство делает не так, а нужны ли эти преподаватели. Вот это мир нейросетей. Вот это от ЭТМО. Я почти уверен, следующий доклад будет. Ну, короче, мы заменили преподавателей. Эффективность вот такая, формула очевидная. Вот, в общем, все такое вот. Опять за пять минут докладик. Я понимаю. Ну, спасибо. Действительно. Я давать каждый раз новые задачи, это стопроцентные. Я участвовал, кстати, в всякой миноборской сессии по АИ. Там все вот прямо вот ждут, как у вас всех чертям собачьим, старых преподавателей, аишниками, изменить. Так что немножко осталось, немножко подержаться. Но пока мы здесь, мы будем делать уникальные задачи сами. У меня большое спасибо за очередной инструмент. У меня в прошлый доклад прям появилась возможность инструмент использовать, который ты рассказал. Я его в школе попробовал прям огонь. Ну, это вот то же самое. Это новое, да. Тоже попробуй. Единственное, что я вот в докладе это упустил. Я вижу, что прямая связь есть. То есть, когда что-то выполняется, здесь подсвечивается. А наоборот, если я хочу показать, что вот ткнул там, там подсвечивается. Нет, там просто картинка пока сейчас. Там просто картинка. То есть, если хочешь, там что-то другое, ну, можешь с переменными работать. Там менять слева, зайти и там что-то менять. Нет, здесь пока тупо просто визуализацию. Я притащил просто визуализацию, чтобы с ней работать, рисовать поверх ней, что-то объяснять. Вот такое вот. Да, спасибо. А еще по поводу студентов и каждый раз новое задание, тоже вот Николай Николаевич прокомментирует. Это студентов может касаться, действительно, каждый раз новое задание им действительно хорошо давать. Но в школе, к сожалению, даже одно и то же задание, даже вот с временем в один месяц, они его не решат. Могут такое просто быть. Смотри, можно комминировать следующее. То есть, условно говоря, сбивать задачи на тип ошколяр, то есть просто повторить то, что сделано. Своими словами. Ты, скорее всего, спишешь там что-то еще, чего-то, неважно. Вот там вы идете на трояк. Это все равно лучше, чем ничего. Плюс что-то такое, вот уникальное ты сделаешь, это уже там на 4, на 5, понимаешь, да? Какие-то квесты. Их надо ценить. То есть, сначала немножко на кушках тренируемся душем, да? Повторяем, списываем. А вот если ты реально хочешь доказать, вот тебе выдаем. Их действительно очень не хватает. То есть, у меня там есть разные курсы по бизнесу, мне приходится там что-то с запада переводить, самому там сидеть, придумывать. Нейросети пока не помогают. Нейросети надо мной издеваются, они придумывают очень, как всегда. Прямо выглядят как настоящие, но не радуют, не работают. Спасибо большое. Спасибо, очень интересно. Блин, это, мне кажется, один из лучших докладов, потому что очень много конкретических. У меня всегда самый лучший доклад, да. Самый скромный докладчик на этой конференции. На всех, да. На всех конференциях. Ну, в общем, вопрос. А есть какой-то вроде для деплойный скрипт, чтобы просто взять одну команду и все, поднимось? Ну, типа, да, это вот этот самый пи-алгобиллажелайзер, ты его ставишь, и он работает. Вы можете зайти на алгоритм вот этот самый, что там, эвристика РФ, я забыл, как его назвал, внизу написано. Вот, и потом открыть терминал в код студии и посмотреть, как он, собственно, все работает. Нет, в смысле у себя локально. Да, и у себя локально, то есть вы просто поставили, и оно вот уже все то же самое. Вот, ну, вытащите гитовые проекты, они тоже все открыты, и повторите это все у себя. Ну, понятно, VS-код с питоном вам придется поставить, больше ничего не надо. Все остальное не обязательно. Да, да, вопрос. Я так понял, это только под VS-код, или можно любой другой DE-школу? Вообще технически, да, можно и другую. Там я использую debugP, то есть та, которая отлаживает через debugP. Я не пробовал это в пичарме, во всем остальном, то есть я обнаружил. То есть у меня решало видеть несколько задач, то есть засунуть это все в браузер, чтобы ни в коем случае не писать, как это настроить, спустить это все, это блокер. И я не знаю, там, то есть вот аналогов VS-кода, там, только T, Eclipse, ну, в общем, короче, это самое лучшее, пока что есть. То есть к VS-коду у меня единственная претензия, это вот, как бы, что вот выбрать лучшее. Там до сих пор нету коллаборативного редактирования. То есть коллаборативное редактирование, честно, это с алгеброй операций. То есть когда, там, условно говоря, там три человека могут править одно слово, и оно там будет как-то мерзнуться. Вот. То есть тут, если на созвоне, там ты правишь, ты правишь, она перечитывает. Вот. Там люди давно этого ждут, но вот идет медленно. Там это можно делать с помощью плагинов типа LifeShare, еще что-то, ну, как-то вот сбоку. Вот. С другой стороны, есть как алк, в котором там Юпитер-ноутбуки мерзутся вот так вот. С другой стороны, наконец-то Юпитер-Лаб притащили с помощью библиотеки YTS или YTS, неважно. В общем, короче, библиотека, которая реализует вот этот СРДТ, редактирование алгеброй операций, там тоже уже появилось, но там нет отладки. То есть вот пока вот, понимаете, вот если бы к носу Ивана Ивановича приделать уши и плавой орган, там, кого-то еще, я не помню, это русскую литературу, вот, ну, был бы, где-то идеал возникает. Но пока вот этой штуки точно для небольших групп, вот таких там лет человек 20, а больше ты не потянешь абсолютно, вот, более чем, более чем. Ну и как раз вот вы про Юпитер-ноутбук сказали, я так понимаю, ну, у вас… Нет, Юпитер-ноутбуки, почему я хотел туда еще вставить кусочек, они под алгоритмы не очень подходят, они больше под пайплайны. В S-коде можно, в принципе, отлаживать ячейку, запускать, там есть некий демор, но единственное… Нет, есть еще время, это что там, это показ там, я раньше начал, не возбуждаюсь. Вот, единственное, просто это тут не требуется, тут алгоритмы я вытаскиваю отдельно, чтобы уже не париться со всем остальным, с обвязкой, там, Юпитер-ноутбуки больше под пайплайны. Я их использую, когда у меня там какие-нибудь бизнес, там, не знаю, алгоритмы, постановка с помощью биома, там, CLP-задач, трудно решаемая задача, еще чего-то. Ну вот здесь это просто тупо, чисто показать, как работает алгоритм без всего, без дураков. Я понял, просто есть, ну, я больше C-шарп разработчик, бетон, конечно, тоже штука интересная, но иногда хочется на шарпе показывать тоже. А, ну, в принципе, наверное, вы такую же херню, там же полно рефлексии, как грязи, да? Просто я топлю с бетоном, в частности, потому что это более компактно, даже чем C-шарп, я уважаю C-шарп, вот, но все-таки C-шарп это почти Ява, Ява это вот куча-куча вот этого бойлер-плета. Мы боремся за каждую строчку, когда вот показываем, понимаете? Хочется иметь вот именно компактность, такое вот это. А не пробовали там какой-нибудь, есть полиглотный ноутбук, где как раз можно на разных языках писать? Я использую, в принципе, ну, просто я это сделал именно под питон, там именно питоновская фигня, то есть вы такую фигню можете под C-шарп запихать самостоятельно. Так-то у нас у меня и под Хаскер есть, там люди и под Идрис, и Питер наутбуки, это все так, но это другое. А, скажите, у вас под эту историю нет ли, допустим, набора простых задач для наших замечательных подрастающих программ? А вот это как раз они самые есть, я как раз на сыне. То есть они выложены там? Они выложены, прямо там сейчас лежат очень простые. Соксировка там такая. Там хуже, там еще проще. Там самые простые лидкодовские задачи сейчас выложены, которые, ну, по сути, нажатные алгоритмы. То есть я могу себя в IT-кубе преподавателям это показать, сказать, ребят, вот смотрите, как классно, наглядно, супер, берите и свое придумываете уже. Абсолютно, да, то есть она именно для этого сделана. Но главное, что это челлендж, понимаете? А очень трудно людей заставить решать задачи, которые им неинтересны. Например, вот там Яндекс Практикума вот это дурацкое сделано, то есть ты засовываешь решение, тебе говорят, неправильно. А что неправильно? Где ошибка? То есть я вот припробовал кучу вот этих тестов, там, вот это лидкод это самый добрый. Во-первых, у него там тайм-лимиты настроены так, что, в общем, скорее всего, пройдет, если не совсем говно написал. Вот у меня сейчас правый сын написал такое говно, которое не прошло, обиделся, и теперь он требует 2000 рублей за каждую задачу. Вот, я поэтому с палаткой приехал, не стал этот отель снимать. Вот, но нормальные, нормальные эти договорятся. Там, по крайней мере, лидкод показывает, где у тебя ошибка. То есть он тебе тесты отсует. Это единственный сервис, который тебя, собственно, тыкает. Он добрый, он аккуратный. Вот, и понятно, там, в принципе, если вы из второй задачи берете, там 5 миллионов роликов индусов косноязычных на ютубе, значит, которые вот примерно то, что у меня здесь показано, только делают там как-то уныло с помощью каких-то там рисований вручную. Там, в общем, мне страшно просто смотреть. А здесь вот оно живое, и с этим можно как-то играться. Так, еще вопросы? Вот там. То, чем было рисование на видео, до сих пор живо? Это скринпен, да, скринпен, он, сука, падает, вот, до сих пор я его там как-то вот это патчу. А он на каком кутях сейчас? Что? Он на четвертых кутях? У меня сейчас, я на фидору его перетащил. На каких кутях он сейчас? Что? На каких кутях? Я не, пятый, по-моему, или уже шестый приехал. Я не помню, честно говоря. То есть там какие-то ошибки, которые я давно хочу запатчить, плюс там я хочу притащить туда всякие там распознавания образов, ну, там, кульки всякие, чтобы распознавало прессование. Ну, можно, наверное, теорию вообще openwork попробовать на ходке какие-нибудь? Нет, там их полное на самом деле, просто скринпен, когда вот запускал, вот не было ничего, помнишь? А, нет, ты не помнишь, это было… Я не помню, но я смотрел доклад. Да, 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 тогда я это дело продавал, он до сих пор работает. У меня есть план на новом фреймворке степлер его написать. Вот тот самый фреймворк, который мы видели на конференции OSD. Ну, хотя бы не на электроне, ладно? Нет, нет, он, наоборот, он должен быть более эффективный, чем Qt, и не будет тащить за собой Qt и все остальное. Вопросы? Еще маленький вопрос. Вот в тех средневековых книгах, которые я помню, и которые надо закапывать, еще приводится асимптотическая оценка сложности алгоритмов. У вас как с этим в вашей системе? А, так вот, я как раз курс и пропадаю. У меня вероятностные алгоритмы, там куча оценок и куча всего. Ну, просто когда, с одной стороны, ты прямо реализовал живой алгоритм, ты его потом можешь помучить и посмотреть вообще оценочки-то у тебя как сходятся. С одной стороны, у тебя жесткий оценок. Ваш вижуалайзер дает такую возможность оценить сложность алгоритмов. Не вижуалайзер дает, то, что вы его реализовали. Когда вы запускаете этот алгоритм не в режиме отладки, он работает с нормальной скоростью. Он не будет тормозить на отрисовке. И вы можете провести разные тесты. Ну, то есть у меня, например, там часто проводится, вот там оценка сведуетесь, берется алгоритм. Понятное дело, задача не пополная. И вот мы смотрим, понятное дело, что в худшем случае у нас будет экспонента всегда, это гарантированно. Потом смотрим оценку в среднем, оценку в этом. И оценки даем, разумеется, с помощью кучи унылых каких-то доказательств. Какой-то такой казармы с этими всякими оценками, B, E, это все. Что там неравенство Чебышева, неравенство этого. А потом берем, запускаем на рандомах и смотрим, как честно. А вот, блин, да там еще выжимать и выжимать. Там еще можно целый киссер, знаешь, сделать. Да, спасибо. Но я пока не убедился в том, что нужно закапывать. Что он что? Что нужно закапывать. Что нужно закапывать? Нет, конечно, нет. Есть, я знаю людей, которые кнута доллар заработали из-за его ошибки. Я сам жду выхода кнутового, что он вышел уже, про сад теоремы. Но надо признать, это уже не для студентов. Вот просто не массовый продукт. Это уже для тех, кто должен его переработать и сделать вот такое вот полопереваренное и дать ему вот так вот. Понимаете, новое поколение, мало того, что он богов не уважает, как всегда, но это нормально, там Сократа взяла. Вот, оно просто страдать не хочет. И знаете, я так думал, они вообще правы. Какого хера страдать? Стас, в общем, меняй фамилию на Пряника и создавай совмещенный метод Кнута Пряника. Окей, я уже думал про Пряникова, там, и вот эти политические штуки, толкователь, там, вот это все. Коллеги, давайте тогда потихоньку перебираться в кулуары сейчас. Ну, аплодисменты тогда и все такое там. Обеденный перерыв.